В теоретическом лицее имени Алексея Матерьевича в Шелдонежте сделали капитальный ремонт и повысили энергоэффективность здания. Работы обошлись в 2 миллиона 900 тысяч евро. Их выделили в рамках проекта «Строительство инфраструктуры водоснабжения и канализации и энергоэффективность общественных зданий». Финансирует его Евросоюз, немецкое агентство по международному сотрудничеству и Министерство инфраструктуры и регионального развития. «Спортзалы более красивые, более современные. У нас есть и новый буфет. Много чего еще. Классы, новые парты, окна». Результат порадовал учеников и их родителей. «Дети чувствуют себя очень хорошо. Классы светлые, очень теплые. Дети охотнее ходят в школу, просыпаются с хорошим настроением». «Мы ждали очень долго. Знали, что все будет хорошо. А получилось очень хорошо. Мы довольны. Надеюсь, так и останется. Нам нравится». Ученики говорят, что прежде в холодное время года верхнюю одежду на занятиях не снимали. «Гораздо удобнее и теплее. От окон не тянет холодом. Зимой в некоторые дни сидели в куртках. Сами учителя нас просили об этом. Теперь куртки мы можем не носить». «По случаю завершения ремонта в лицее устроили торжество». «По словам директора лицея, прежде учебный процесс проходил трудно, а причиной были невыносимые условия». «Какой была ситуация в нашей школе до проекта? Сложной. Для всех, особенно зимой. Минимальная температура в классах. Окна были старыми, поврежденными. Из них дуло. А мы, ученики и педагоги, одетые в теплую одежду, занимались. Было порой и много мокрых носов, горячих лубов, больничных листов, пропусков озабоченных родителей». В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, посол ЕС в Молдове Янис Можейкс и глава отдела сотрудничества для развития посольства Германии в Молдове Стефан Лохман. Руководство лицея поблагодарило их за модернизацию учебного заведения. «Теперь я хочу обратиться к детям, ученикам. Когда вы вырастете, очень хорошо подумайте, что вы сделаете с этой страной и куда мы ее поведем. И я очень надеюсь, что мое и следующее поколение оставят вам страну, являющуюся членом Европейского Союза. И вы сможете сделать больше, чем удалось нам. А учителей, родителей и остальных я прошу, давайте будем взрослыми, прагматичными. Давайте поймем, что у нас есть шанс обеспечить детям мирное, спокойное, благополучное будущее. И это будущее в Европейском Союзе». Посол ЕС в Молдове подчеркнул, что такие проекты призваны не только улучшить условия жизни и работы населения, но и обеспечить переход к зеленой энергетике. Данная цель предусмотрена энергетической стратегией Евросоюза. «Я в частности имею в виду зеленый пакт для Европы, задача которого – достижение климатической нейтральности к 2050 году. Важно, чтобы эту задачу поставила перед собой и Молдова, учитывая стремление к интеграции в ЕС. А мы окажем Молдове необходимую поддержку. Примером такой поддержки является и этот проект, реализованный здесь». Лицей имени Алексея Матьевича, в котором насчитывается 77 сотрудников и 574 учащихся, стал одним из восьми учебных заведений, охваченных проектом строительства инфраструктуры водоснабжения и канализации и энергоэффективности общественных зданий. Общий бюджет программы – 39 миллионов 800 тысяч евро.